Ребята, прямо сейчас у блогера по МТА провинции с названием канала Русден проходит розыгрыш на 6 миллионов игровой валюты. Условия на самом деле очень простые, по ссылочке в описании вы можете перейти и в одноминутном видео ознакомиться с ними. Пока что аудитория у паренька небольшая, поэтому шанс победить очень большой, ребята. Переходите и участвуйте. И всем здорово, народ, на канале Бублик Ченнел, и сегодня у нас с вами будет продолжение рубрики, которой мы так и не придумали название. Будем называть ее рубрика Секретный Агент, я не знаю, как ее еще по-другому называть. Короче, я зашел на пятый сервер, сейчас я катаюсь на лайнсере, на номерах Ам-3 шестерки. В принципе, этот лайнсер никто не видел, не думаю, что есть прям смысл его перекрашивать. Но номера точно стоит поменять, потому что это такие же номера, как и на четвертом сервере. Спасибо ковиду Найтину, который мне их подарил очень-очень давно. Вот, сейчас я сменю номер. Также мне нужно поменять ник. Я, главное, захожу сегодня в донат, ребята. Я, честно, по-моему, сегодня я даже, наверное, это покажу. Захожу в донат, хочу их поменять. А они не меняются. Ну, вот просто, ну, эррор. Эррор, я такой, алло, какой эррор? Не, мне номера надо сменить. Уф, блядь, ник. Эррор. Не получается сменить никнейм. Так, давайте, знаете, какие-нибудь вообще левые поставим. Вот это, вот, все, 3, 8, 0. Блин. Перевестил номера, ребята, и вот сейчас я вам покажу то, что у меня не получается сменить номер, потому что, ну, потому что сайт, видимо, умер. Я не знаю, вот так мы нажимаем. Сейчас я карту введу. Ввел данные карты, нажимаю оплатить. И все. Вот так вот страница, видишь, написано R. Ну, как я понимаю, это эррор. И я ничего не могу сделать. Вот обновляю страничку, и ничего не происходит. Короче, не знаю, не знаю, как я сейчас буду решать проблему с ником. Ждать сайт или что-то другое придумаю. Но, в любом случае, что-то я сейчас точно сделаю. Ну, а пока я ищу способ, как сменить ник, ребята, хочу вам напомнить то, что по ссылочке в описании вы можете перейти, зарегистрироваться на проекте МТА провинция, скачать лаунчер. Да, тут не нужна будет чистая GTA San Andreas, ребят, просто лаунчер. Скачиваете, заходите на любой из семи серверов и начинаете развиваться вместе со мной. Также на некоторых серверах, я даже, честно говоря, не помню на каких, но на четвертом точно есть промокод BUBLIC. Он вам поможет, вы там сможете купить хату или машину со скидкой. Все, ребят, как решу проблему с ником, вернемся. Не, ну смотри, можешь сделать видео, когда мы с тобой хочешь поездить, нам не скучно. Не, нам скучно. Не, это я... Я думал, ты эту рубрику записываешь свою любимую. Не, 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 ты что, какую, ты че? В коем случае. Нет, ну давай, если хочешь, мы можем помочь, мы стрелять не будем. Так, было, а не получилось. Так, алё, суть рубрики в том, что этот, не вы, не вы стрелять не будете, а вообще показать, как погоня на этом сервере проходит. То есть, мне... О, я только узнал голос. Без проблем. Они происходят очень весело. Не, не, так че, давай, алё, вы мне не должны знать, вы меня уже вспалили. Давай, давай. Я вот это уже работать не так будет. Если машина быстрая, то мы ждём, все три преда откидываем, и уж тогда по колёсам стреляем. Если медленная машина, мы пит манёврами её мочим. Баланский, ты не забывай, что три преда для сотрудников спецподразделения, именно для нас, а для вас. Да, да, да. Просто запомните эти слова. И смотрите дальше. Вот, 60 рублей залетело. Короче, проблема была в чём? Там какие-то сбои наблюдаются, я у техподдержки уточнил. И с карты МИР не вариант было осуществить платёж. Осуществить? Что я не су, блядь? Осуществить платёж, и только с визой можно было. Ну, вот с визой, благо, всё получилось. Зачем я загнатил 60 рублей? Я хочу потом вернуть свой ник Адамс Адамсом, поэтому загнатил 60, значит. Сейчас мой ник будет новый, меня будут звать Андрей Фаркоп. Ебать, ник придумал. Андрей Фаркоп, охуенно. Теперь его зовут Андрей Фаркоп. Всё. Андрей Фаркоп, какой-то Андрей Фаркоп в скине деда. Прямо сейчас... Смотри, лансер. Прямо сейчас поедет перекрашивать свой лансер. Лансер надо будет обязательно перекрасить, ребята. И поставим на него какие-нибудь диски, чтобы они вообще точно были уверены, что это не он. Самый дешёвый. И всё. И ищем полицию, и начинаем погоню. Номер я не думаю, что полицейские запомнили. Тем более я им сказал, что это не мой лансер. Хотя это очень подозрительно было, когда я на нём стоял. Всё. Ребята, полиция, как мы видим, здесь довольно-таки дружелюбная. Все подошли сразу же здороваться, начали туда-сюда. Что ты тут делаешь? Ну... Сейчас, ребята, мы посмотрим, какие вы дружелюбные в погонях. Так что... Едем. Перекрашиваю тачку. Ставлю диски. И начинаем. Так, ну что, ребята, подводим итоги нашего преображения. Некий Андрей Фаркоп на голубом матовом лансере. На каких-то стрёмных дисках. Ну, они, в принципе, сами письме не стрёмные. Просто из-за того, что они не настроены. Это прям пиздец какой-то. Настраивать не вижу смысла. Поставлю всё равно стоковые. Вот. Выезжает на своё расследование. Это секретный агент. Вот. Откройся. Дверька. Дверька. Да. Я думаю, Рубик так и назовём. Я думаю, уже в названии этого ролика так она и будет называться. Значит, теперь мне нужно как-то спорцировать полицейских на погоню. Естественно, не нарушая ВПС и всего такого. Вот. Ну, как это будет, это я уже не знаю. Ну, я думаю, что следующий кадр уже будет начинаться именно с погони. Так. Ребята. Из-за того. Так, ребята, всё начинается. ОМОН приехал. ОМОН приехал. Я, кстати, ещё раз сменил номера. На всякий случай, чтобы те парни не узнали. Вот. И что вы думаете? ОМОН уже вот срали. Я даже в город въехать не успел. Они меня уже здесь накрывают. Я спрашиваю, откуда у меня звёздочки. Несчастный случай произошёл. Вот. И пока что только одна импятая знамение. Значит, что мы должны проверить? Мы должны проверить, возможно ли уйти здесь от полиции. Ой, бля. Видимо, всё-таки возможно. Красиво ушёл. Возможно ли уйти, если тут какие-то мёртвые зоны? Вот. Это сейчас идёт от лица человека, который не шарит. Вот. То вот человек начал... Он старается не нарушать ВПС. Он просто пытается уходить. Он газует. Газ в пол. Ему нельзя, чтобы его ловили. Он не хочет в тюрьму. Ему нужно фармить всю ночь. А он сейчас в тюрьму сядет. И ещё час потом сидеть ждать. Поэтому он уходит. Значит... Есть моё любимое место, которое мы проверим, но чуть позже. Пока что ещё такой необходимости нет. М5. М5. М5 пытается меня догадать, но, видимо, всё тщетно как-то. По-моему, я на лансере ушёл. М5. Неудобно. У меня, правда, не стоковый лансер. У меня на нём 300 EJ, если я не ошибаюсь. Спасибо подписчику, который мне его подарил. Вот. К сожалению, не помню никнейм. Но в группе ВКонтакте выкладывал. А. Нет, я не ушёл ещё. А! Они стреляют! Алё! Да в городе! Да отстаньте! Да почему сразу стреляют? Да нет! Это не честно! Это не честно! Не было трёх предупреждений даже! Одно только было! Реально только одно было. Они уже стреляют. Осуждаю такие действия. Реально. Ну и как от них уходить? Бля, ебать, они метко стреляют, конечно. Да всё, хорэ, вы уже... Вокзал, пацаны. Пацаны, вокзал, успокойтесь. Успокойтесь. У меня два пробитых колеса. По мне стреляли на вокзале. По мне стреляли без трёх предупреждений. Хотя тебе модовцы говорили, что три предупреждения. Типа, ох, всё хорошо. Блин, походу это будет самая быстрая погоня. Даже... Им просто в наглую расстреливают и всё. Просто в наглую, да. Он просто расстреливает, чтобы расстрелять. И завтра вышел стоять на... А зачем стрелять по человеку, который безоружно и просто стоит? Он в меня выстрелил. Так, алло. Куда? В смысле, сори, алло, ты засвыстрелил человека? Он мне выстрелил. И в нодерпайчат пишут. Сори, мисклик. Нервы даже откатки написал. Это была самая быстрая погоня, ребят. Это была самая быстрая, мать его, погоня. Время, блядь. У нас минуту две мы погонялись. Я так ничего и не проверил. Единственное, что я могу сказать, то, что здесь расстреливают... Это вообще нихуя не лучше, чем на других серверах. Просто даже без трех предупреждений ОМОНовец открывает стрельбу с калаша. Причем стреляет он вообще в наглую. Он потом еще в меня выстрелил, когда я просто стоял. Даже это не откатил. Понимаете, он даже это не откатил. Насколько ему похуй. Он даже это не откатил. Представляете себе? Он просто в меня выстрелил. И такой, для сори, братан, на 2000 на пластырь. Ебать, охуеть просто. Но это похлопать только можно. Сижу 60 минут. Выхожу. Один паренек меня узнал. Наверное, зря, конечно, я дал ему себя узнать. Но все же неважно уже. Уже пусть знает. Уже я записал самое главное. Дальнейшая погоня будет, чтобы узнать, возможно ли уйти от них. Потому что сейчас они не доставили никаких шансов. Вообще шансов не было уйти. Они расстреливались сразу же. Расстреливали около вокзала. ЗЗ их не интересует. Ну, раз так, то так. Что поделать? Что поделать? Так, ребята. Запись только началась. Вот вы видите в правом верхнем углу. Значит, смотрите, что произошло. Я отсидел 60 минут. Начал кататься по Невскому. И думаю, блин. ГУДшников я уже увидел. Я уже увидел, что делает ОМОН на пятом сервере. Думаю, типа, попробовать надо с ГИБДшниками. И вот прямо сейчас на ваших глазах он лишил парня прав. У парня тачка пропала. Давайте-ка мы тоже... Попробую! Ох, как это было просто! Давайте-давайте остановимся, поговорим. Остановимся, поговорим с ним. У меня фултонер. У меня другой ник. Этот парень сто процентов мне не знает. Будет стучать в окно. Да. Постучал. Здравствуйте. Не буду говорить на микрофон. Так, вы нарушили 22,2 КОА. Прозорудно-дурно-исплошное. Передайте водительское удостоверение. Нихуя. Доказательство есть. Доказательство есть. Предъявите их, пожалуй, ста. Дело в том, что он ехал... Вот, сначала водительское предоставляем, потом доказательство. Эээ, ну... Это... Так... Так, в чем проблема? В чем проблема? Показать, что я нарушил. Гражданин водительское, передаем последний раз повторяю. Какой грубый. Ну, тогда последний раз я повторяю. Попробуй догони. Я ему вообще это не повторял, но звучало пафосно. КОГО? КОГО? Две звезды, да? Я еще, знаете, что хотел сказать? Я еще хотел сказать. Ребята, типа, пятый сервер не равняется на первый и второй, потому что, типа, здесь не выдают розыск просто так. И мне сейчас два розыска прилетело на ровном месте. Какие-то ТР. Какие ТР. Это даже не ориентировку. Никто моей личности не знает. Бля, подожди-ка. Опа, на нейторан спецманевр. Нормально, да, розыск выдавать, когда личности знаешь весело тебе, да? Ну, попробуй. Хорошо, посмотрим, что ты еще можешь. Не, ну, это дело принципа. Я, сука, не отдамся. Реально. Не, 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 ребят, это уход сразу. Я хотел сказать, типа, пятый сервер молодцы. Хотел реально похвалиться, сказать то, что, ладно, расстреливают в городе, похер, это ОМОН, и мы так все можно на провинции, потому что ОМОН, это, это легально ОПГ. ОМОН, это кто не знал, это легально ОПГ. Ну, учитывая, сколько всего им позволяют. Вот, я думаю, ладно, окей, стрельба. Ну, хоть, это, блядь, розыск не дают личность, пока не пробили. А, нет, вот две звезды, здравствуйте, ТР. ТР, я, я знаю, я, я понял, что это, многие напишут в комментариях, ебать, а, просто навстречу, похуй, пацану, просто похуй, пацану. Я знаю, многие скажут, типа, ТР это транспортировка, что-то такое, по-моему, но, ребята, ребята, он не знает мою личность, поймай потом, потом это делай. Но ты же еще не поймал, ты личности не знаешь. Мне кажется, я от них не уйду, мне кажется, ДПСники меня тоже расстреляют. Ну, это пятый сервер, ну, это ничего удивительного. Привет главному администратору, привет всем следящим за своей полицией. Привет вам, ребята, хорошо работаете, ничего не скажешь, ну, отлично просто. Ну, а я не удивлюсь, я сейчас долго не отъезжу, они меня расстреляют. У меня не ФТшный лайнсер, поэтому я от них не ухожу, ФТшный ускоряется побыстрее. Можно было бы хоть как-то уйти, вот так вот сделаем. Надо его в тоталить. Там еще и, блядь, мотоба, там три машины за мной едут, мотоба, паровозиком выехали. Блин, ну, очень сложно в Невском от них маневрировать, очень сложно маневрировать реально в Невском. Но я стараюсь, там, там три тачки и мотоцикл. Три тачки и мотоцикл. Ну, типа, почему бы и нет, да? Почему бы и нет? Почему бы не выехать за мной? Ой, блядь, как вы ездите, пацаны? Ну, в повороты-то входите, у вас там Ешки, блядь. Я сейчас выйду, он меня расстреляет. Не выйду, тоже расстреляет, тогда разворот резкий. Опа. Ага, да-да-да-да-да, не таранно спецманевр, пацаны. Хорошо работаем, хорошо. Хорошо, вот депасы сто процентов, ну да, он просто навстречу, он просто выезжает в наглую навстречку, видите? О, он врезался в машину. Он просто в наглую выезжает навстречку. Ну, то есть, ни ПГ ни разу, да, то, что там они за свою жизнь же тоже не беспокоятся. Двойные стандарты, гражданского бы забанили за ПГ. Блядь, ёбаный в рот, троллейбусник, прости по-братски, ёб твою связи, ёб. Да дебил, блядь, дай троллейбуснику подъехать, ты видишь, что с ним сделали? Погоня, погоня, людьми-то оставайтесь. Ой, блядь, ой, блядь, да троллейбусник, ой, ёбаный в рот. Да дайте троллейбуснику оплачу, боже, что с вами не так, пацаны, да дайте... Да дайте троллейбуснику оплатить денег, дайте пацану оплачу, заберёте меня потом. Парень, парень, подойди ко мне, подойди ко мне, парень. Вот и всё, вот и всё, догнали, а вы сказали, попробуйте догнать, вот у нас догнали. Да кого ты догнал, ты меня протаранил 562 раза, всё, отъебись, дайте денег заплатить, пацану. Подойди ко мне, ко мне, ко мне, подойди. Всё, я оплатил, моя, моя, моя совесть чиста. Да-да, я плачу ему ремонт! Всё, вам хватит, товарищ? Да-да, я дико извиняюсь за эту ситуацию, можете ехать. В ДЧ, вот, вы там проведёте с ним все процедуры. Какие процедуры? Выраведите его обязательно. Особенно этот, вот, ГИБДДшник, вообще наглый пиздец, говорю, покажи доказательства, говорю, блядь. Госпортал. Не, Госпортал-то скучно. Есть, есть, у меня есть идейка поинтереснее. Ну, не понимаю, это коронная фраза, Госпортал. А-а-а, это типа локальный мем, да? А, тогда Госпортал, я тоже так умею. Прикольно, да? С вами, конечно, очень весело, но мне вообще с вами не весело. Особенно вот с ГИБДДшником. Он вообще ездить не умеет, вы знаете? Ну, ребята, как-то так происходят погони на пятом сервере. То есть вы помните, да, как ребята общались со мной, когда они знали мой ник. Типа вот так, давай мы с тобой погоняемся. Даже мне парни сказали, типа там у нас три минуты, ой, три предупреждения расстрел, потом пять предупреждений у ДПСников расстрел. Сейчас меня не расстреляли, сейчас я врезался в троллейбусник, а я хотел ему выйти, действительно оплатил. Я ему оплатил в итоге, то есть вы видели троллейбусник. Не сказать, что он остался довольным, но я ему оплатил рельс, он сказал, что ему этого достаточно, я бы больше заплатил. При этом сами менты вообще никак не хотят этому содействовать. Я им говорю, ребята, дайте я ему оплачу и запакуйте меня. Я уже не собирался дальше уезжать, я врезался, потому что, ну, уезжать в такой ситуации, это неправильно. Троллейбусник, который просто работает, а мы в итоге ему взяли всю работу, сбили, время ему испортили. Короче, ситуация такая себе, поэтому, ребята, я вас призываю, что если вы в кого-то врезаетесь, то обязательно оплачивайте ремонт. Если вы виноваты, естественно, то оплачивайте ремонт. Это нормально, так и должно быть. Особенно вот когда вы врезаются в работяг, типа троллейбусников, они еще потом с путей слетают, это вообще ужас. Поэтому обязательно оплачивайте им ремонт. Вот такая вот произошла погоня, значит, также мне выдали розыск по донорпе два раза. Естественно, если бы нонорпе было с моей стороны, меня бы забанили, но так как нонорпе было со стороны полицейских, бонять никого не будут. Ну, это дефолт, об этом даже говорить не будем. Значит, следующий сервер у нас либо шестой, либо седьмой, либо четвертый, посмотрим, какой я выберу. Насчет четвертого я, опять же, еще думаю, проводить ли там или нет, если проводить, то как. Вот, посмотрим, посмотрим. Все, ребят, видео уже затянулось, давайте на этом мы с вами будем заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Под прошлым видео вы опять собрали косарь лайков, почти косарь лайков по провинции. Там, по-моему, 950, 960, там еще пару дней будет косарь. Спасибо вам за это огромное. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте это видео, пишите свое мнение. Ну, а на этом с вами заканчиваем. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok